всем привет давно не виделись давно не выходил поэтому то так быстро среагировал сразу зашли посмотреть всех благодарю потому что очень приятно когда все равно за тобой люди следят все таки что ты делаешь за твоей за твоей деятельностью сейчас я в городе отрава вот это моя квартира которую снял организаторы которые нашли хорошая квартирка уютная там бардак у меня домашний добрый вечер вот двор здесь знаете очень поздно темнеет давно вас не слышали мне давно здесь не было вот здесь сейчас сколько полдесятого дали здесь но светло как днем практически интересно как у вас у всех дела там что происходит если накопились какие-то вопросы можете задавать я с удовольствием на них отвечу если вдруг есть темы особо никакой я не подобрал потому что уже отвык как это делается и мне больше интереснее но смысле проще мне когда задают вопросы поэтому если есть вопросы могут поотвечать а так давайте расскажу что у меня происходит я съездил в москву в питер прокатился по золотому кольцу россии в этот раз посмотрел очень так долго и был москве потом приехал и вот теперь тренинги сразу провел в астане потом 22 тренинга в алматы провел и вот сейчас вот в отрава ваши знаменитые тренинг им ценство проводит только вы или у вас есть помощники так тренинг я сам пока провожу помощников нет и учеников пока особо нету вот поэтому провожу сам чуть чуть позже может через год буду скорее всего обучать людей как это делать и скорее всего появятся тренинги еще во всяком случае под этим названием будут еще тренинги буду в общем хочу это все как-то оформить по по закону по в общем по законам бизнеса по человечески хочу все это сделать потому что один так будешь ездить ездить и в общем можно развалиться что я уже от самолетов если честно мне уже как-то нехорошо иногда бывает потому что эти перепады давления и смена вот этих часовых поясов вроде один час немного с отрава но все равно он как-то дает о себе знать спится по другому ты просыпаешься раньше потому что здесь светлее такая страну светло становится рано и берегите себя вы нам нужны я берегу я отдыхаю сейчас вот поедем тоже семью куда-нибудь отдыхать но пока мы не придумали потому что охота в турцию съездить во первых очень заманчиво там дешево сейчас дешевле намного и но там какие-то теракты в общем что-то происходит и поэтому как-то боязно немного семей туда ездить в общем посмотрим еще время есть подумать но сейчас по моему все казахи отдыхают в турции потому что очень-очень заманчиво стало вот а другую страну куда-то пока не думай не думаем о страхах ну думаем не думаем в общем смотрим телевизор смотрим facebook как я только решился поехать в турцию что-то там этот какой-то в общем как-то митинг был потом еще что-то ну в общем понятно что экспо там проходит а ну кстати да там безопасность должна быть на высшем уровне с этим экспо ну в общем скорее всего поедем в турцию посмотрим у меня еще есть подумать где-то месяц потому что мы поедем в июле в середине и еще очень-очень много дел откровенно говоря и в казахстане но охота еще отдохнуть в общем если получится отдохнуть мы съездим в турцию не получится в общем займемся делами которые домашние вот может наконец-то и книгу напишу если симпатии на первое свидание не совпали как после этого поднять самооценку так смотрите симпатия не за там любой негативный опыт который с тобой случается мозгом чтобы ты поверил что ты что с тобой все хорошо для мозга нужно 8 обратных подтверждений то есть одна неоправданная любовь и нужно чтобы 8 было оправданных счастливых и тогда мозг поверить что с тобой все хорошо то есть через мост это будешь делать очень долго то есть если ничего не делать то это долго и поэтому очень важно проговорить аффирмации и тогда твоя самооценка поднимется и очень важно человека наполнить любовью чтобы у него было понимание того что его любят знание того что тебя любят и это тебе поможет а по-другому честно говоря не знаю только аффирмации моей семьи больше большие долги есть какие-нибудь практики для разрешения этой ситуации большие долги вам вот знаете кто там добытчик очень важно простить деньги и поэтому есть такая штука прощение денег это я даю на на тренингах если хотите ему могу это выложить но честно говоря это не влазит не фейсбук не его не в инстаграм потому что этого очень много и такими файлами откровенно говоря не поделишься если вы мне напишите в личку там допустим на ватсап я вам так вы мне напишите на ватсап свой электронный адрес я вам тогда на него отвечу вы только напишите что и вышлите пожалуйста прощение денег я вам вышлю читайте один раз простыл под кондиционером читайте один раз в день хотя бы до того периода пока твое благосостояние не будет тебя удовлетворять это немножко занудно но во всяком случае потихоньку ты свои страхи уберешь часть себе сделать вчера под кондюром продуло случайно немного насморк поэтому чихаю извините уж простите вот чё еще а вот я же ездил еще в бм в этом в москве есть так там есть тренинговая компания бизнес молодость узнает это петр осипов и михаил дашкевич вот для кого деньги кто хочет у кого сейчас стоит вопрос зарабатывания денег поздравить имбирь может принести принести с медом да наверное пока не надо сейчас чай поставил и этот с вареньем попью посмотрим пока вроде пойдет вот и съездил в общем в бм благодарю связи лбм и для у них знаете позвонил спросил какие есть мастер-классы потому что я здесь сегодня вечером то что я потом уезжаю не попаду и они сказали что идет мастер-класс реальный instagram приезжайте в общем приехал туда мы там поговорили там в общем был зал там где-то порядка 70 человек пришло вот и показал свой аккаунт в instagram мне сказали у вас все идеально чего вообще сюда пришли для чего и поэтому я сказал что как бы для этого и пришел и во всяком случае понял что с моим instagram все хорошо что я делаю правильные шаги вот поэтому это вот такая моя внутри еще радость вот я понимаю что на правильном пути делаю все правильно нет это очень важно какие-то делать такие чекпоинты особенно одно дело когда ты делаешь и сами и кто-то какие-то эксперты те подтверждают что инстаграм это мой не основной доход ну как бы основной не останови смысле не основной вид деятельности и поэтому очень было важно моему мозгу получить подтверждение того что это как бы что у меня все хорошо и в общем оказалось что у меня все хорошо я счастливый довольный убежал потом домой и я понял что вот именно на боевом встрече когда спросили чем я занимаюсь я озвучил что этом эмоциональные блоки помогаю выпустить там еще что-то что я тренер стали подходить люди с тренинговых компаний говоришь что мы тоже организовываем его тренера не тренера организаторы стали интересоваться так что если еще раз меня пригласят москву так что не удивляйтесь честно говоря сам как вы пришли к этому как я пришел к этому я пришел к этому очень знаете так не то чтобы сложно я пришел к этому у меня есть учитель я попал к ней на фары на фестивале я это каждый раз рассказываю всем потому что очень все интересуются как этому можно было прийти и и в общем я просто увидел что там происходило я понял что это реально помогает людям что людям это интересно и захотел делать то же самое вот поэтому я к ней присталось не сказал что хочу делать то же самое в этом учитель помоги но она мне сказала что со мной нас начала разобраться а потом же людям помогать вот и поэтому со мной мы разбирались три месяца я проходил тренинг у учителя своего а потом три года я еще ассистировал в тренинге потом я сделал стал проводить свои мастер-классы для этого наверное тоже нужен дар определенный дар знаете я бы не назвал это даром потому что таким даром может обладать любой человек единственное что тебе нужно это желание помогать людям и очень важно любить людей чем больше чем больше у тебя вот этой абсолютно любви ты сможешь вырабатывать у себя в сердце к людям то то у тебя лучше будет получаться если ты заточишься только на деньгах или заточишься только на том какой-то нифиговый какой-то одаренный то ничего получаться не будет то есть ты будешь конечно где-то помогать в какие-то моменты но не будет от этого удовлетворения внутреннего но в этом очень важно получать внутреннюю удовлетворенность вообще я так понимаю что в любом в любой деятельности нужно получить внутреннюю удовлетворенность тем чем ты занимаешься и тогда будет у тебя все хорошо и это сейчас знаете я так легко рассуждаю потому что уже этап пройден человек который стоит только сейчас на этом пути ему очень сложно но вот сложно решиться очень много страхов и поэтому нужно какие-то совершить определенные действия впервые и тогда это конечно ну там опасен такой и страх сидит и ты не можешь совершить и и совершить не можешь и совершить не охота и в общем страх страх с двух сторон только страх тебе мешает в общем поэтому а так в принципе никаких больше даров нет есть еще приверженность тому делу которым ты занимаешься если ты веришь четко в то что ты делаешь и не сомневаешься своей правоте и своем выборе то у тебя нет времени просто на сомнение ты начинаешь просто делать и этапы твоего развития да они сами складываются сами по себе потому что есть момент когда вот есть определенные этапы развития да тут твои твои деятельности ну во всяком случае вот моего тренерства или как это назвать я не знаю честно говоря сами надо сомневаясь но в общем так как это пошло что называется тренинг эмоциональной свободы в общем пусть это так и называется и это самое популярное то что сейчас у меня есть и так получилось поэтому я за то что ну пусть называется есть приверженность есть тебя будут сбивать с пути а твое ли не твое ли стоит ли вообще этим заниматься или не стоит и важно понять что просто на ну просто надо делать и все ничего сложного в этом нет и и я так по ним знаете у робина шарма я прочитал для того чтобы стать талантливым человеком чтобы у тебя появился талант какой-то деятельности этим важно заниматься во первых со страстью во вторых с диким интересом и в третьих этим надо заниматься 10 лет тогда у тебя откроется дар талантом как ты хочешь это называй то есть даже у таланта и дара и есть цена своя это время это 10 лет то есть 10 лет надо заниматься чтобы быть одаренным человеком я так понимаю что у меня осталось еще пять лет для того чтобы прям люди с чьи понимали что это прям что значит эмоциональная свобода эмоциональная свобода этот тренинг он идет два дня и первый день вот сегодня вот прошел это вот очищение это в освобождении эмоциональных блоков из тела человека то есть каждая обида и страх злость агрессия которую ты проявляешь она застревает в теле и и вот эти блоки важно высвободить и потом второй день идет наполнение и вот эмоциональная свобода это то чтобы не зависеть от своих эмоций по чакрам ну по чакрам тоже конечно это все то знаете когда начинаются блоки высвобождаться никогда идет энергия там же чакра не чакра в общем она все закручивается так что мало не покажется она прям запускается у женщин это отслеживается сразу практически и любая женщина практически чувствует изменения в этот же день у мужчин это чуть по-другому мужчина это чуть дольше или во всяком случае то ли они не показывают что что-то изменилось то ли не отслеживают но в общем непонятно у мужчин проявления немного другие а у женщин в принципе как бы сразу чувствуется поэтому так так приятно сидеть с вами чай пить я один дома скучно и этот и с кем-то поговорить очень так приятно за чашки чая получается все обиды можно выпустить за раз у вас на тренинге вместо того чтобы писать терапевтические писем в любом случае придется писать просто когда вы пройдете тренинг то писать придется не то чтобы писать будете эффективнее намного то что вы будете писать и прощать уже по-настоящему скорее всего это все писать в любом случае надо вот пойдемте я сейчас закрою так а как происходит наполнение наверняка не за один день наполнение происходит наверняка за один день я бы сказал мы наполнением занимаемся не так много это у на это уходит зависимости от количества человек на это уходит где-то от часу до дну внутри часа бывает то есть на человека 10 минут если есть там 20 человек то 200 минут где-то наполняемся каждого человека наполняем по 10 минут и прикольная процедура такая очень интересная получается что ты буквально за какой-то короткий срок то есть работаете индивидуально но работаем на тренинги индивидуально с каждым конечно когда людей больше 15 или там 16 человек тогда там индивидуально скорее всего на это наполнение в любом случае индивидуально каждого наполняем чистка тоже индивидуально только мы уже скорее ну когда больше 15 человек уже такого разбора подробного нет уже просто чистка то есть про что как на первых пяти показываю и объясняю остальных уже все уже люди должны сами понимать и просто чистка идет и и все уже там без всякие теории индивидуальные сессии есть на индивидуальных сессиях если я вас буду наполнять вы ко мне будете раз десять ходить чтобы получить такой же эффект вот как как и на тренинге почистить в принципе я могу за один-два раза этого будет достаточно чтобы это было хотя бы экологично потому что один раз придешь я почищу второй раз она приди чтоб наполнится или выполнять рекомендации чтобы наполняться самому ну потому что наполнение когда тебя наполняет 10 человек и когда он тебя наполняет один это ну прям в энергетике это большая разница у меня столько энергетики у одного нет чтобы человека наполнить прям почистить могу а наполнить так как наполнить 10 но нереально вот то есть мог бы конечно наврать что разницы никакой нет но в общем разница огромная просто между тренингами индивидуальной сессии и в деньгах выгоднее честно говоря тренинг даже по часам если посчитаешь информативнее он дольше и у него эффективность выше поэтому лучше приходите на тренинг индивидуалки можно знаете когда когда не то чтобы индивидуальной сессии вот когда вот вот свое какое-то горе есть которым ты не хочешь делиться ну прям горе ты можешь прийти и в общем проработать будет эффективно а если нет такого чтобы прям явно приди лучше на тренинг даже если потому что после так даже если есть такой куда стресс жесткий который ты знаешь который чтобы разобрать его на индивидуально то я все равно потом говори иди на тренинг потому что лучше на ну как бы после тренинга если будут вопросы к но приходи потом индивидуально наверное лучше так не знаю каждый выбирает по-своему а в остане когда будет тренинг и сколько стоит давайте так смотрите я не то чтобы скрываю ценность там индивидуальной сессии и вот тренинга но лучше напишите в личке я там озвучу или посмотрите в инстаграме потому что это видео я закачаю на youtube солью и непонятно какого через сколько лет его будут смотреть и потом будут говорить что ну как бы у вас столько стоило поэтому на тренинге нужно рассказывать всем свои проблемы на тренинге ты можешь просто вот как сегодня люди выходили они ничего не говорили то есть вышли поплакали покричали по посмеялись и сели все рассказывать мне если не хочешь ничего не надо мастер торт 3 семерки мой инстаграм подскажите свой инст ник точно такой же как на логин или как он нику так ты точно такой же как и здесь в перископе то пожалуйста вот поэтому так еще вот раз автор тренинг наполнение где вот раз автор тренинг до наполнения вот честно говоря адреса не знаю поэтому в личку напишите ему там отвечу номер организатора на месте хотите вот поэтому такие дела и запад стал такой он знаете он откликается на тренинг очень интересно конечно и октава откликается в этот раз два человека с октава приехала вот рао что пройти тренинг очень приятно мне когда с других городов подтягиваются для того чтобы встретиться для того чтобы пройти тренинг это очень-то крестит если честно и мне прям дает понимание что это действительно важно если люди едут с других городов как бы вот поэтому так ко мне с москвы вот хотела приехать девочка специально на тренинг в астану или в алмату мы с ним в москве встретились она у меня потом организатором было ну пробовала быть организатором и мы с ней сами поработали все а вы работаете соотношение мужчин и женщин дальние зарубежья собираетесь выезжать с тренингами с мужчинами женщинами с отношениями работаю в россии на тренинге в городах россии москва питер бываю дальние зарубежья пока не планировал потому что у меня есть такой вот этот языковой барьер вот но я с этим сейчас буду работать то есть у меня есть еще очень много работы которые нужно сделать в казахстане то есть я буду писать книгу сейчас на буду хочу поделиться тем опытом и тем теми эмоциями которые есть испытываю на сегодняшнем этапе потому что это уже подошел период когда есть чем поделиться на самом деле очень много происходит у меня событий очень много чем можно поделиться опытом взглядами потому что каким-то анализом таким своим мой взгляд со стороны будут на те ситуации которые у людей бывают но это все будет опять же инкогнито это будут образы будут собирательные поэтому в общем буду делиться там а вот у там у серёжи а у кати там вот так было у аутом этот это все будет и серёжа и катя будут образы собирать на как давно вы занимаетесь тренинг его среди регали так тренингами я занимаюсь профессионально вот вот эта эмоциональная свобода я сам его придумал сам его в виду я его склеил из того что мне было наиболее интересное и то что мне больше всего нравится то есть это чистка и процесс наполнения ввиду уже третий год получается вот это пошел вот регалий у меня никаких нет именно вот там тренинговых каких-то у меня два высших образования степень магистра экономических наук если прям за регалий говорить у меня есть сертификаты какие-то но честно говоря этому мало внимания уделяю потому что я понимаю что не сертификаты не университета ничего такого особого вот не дают если у тебя будет бумажка и я говорю это не от того что у меня чего-то нет я говорю потому что ну там мое мироощущение сертификаты если нужны будут по эмоциональной свободы благодарность людей ну да благодарность людей это важно сертификаты если нужно будет я буду выдавать их через год людям которым я буду передавать свои знания дальше и будет этот тренинг будет сертифицированы то есть тренер какой-то с этим тренинг с моим тренингом это я планирую сделать где-то в ближайший год-два по казахстану а потом дальше уже посмотрим но я хочу узнаете не так чтобы сертификат ради сертификата а так чтобы человек вот у него была какая-то приверженность и он будет скорее всего сертификат ну в общем сейчас эта мысль и слух пока скорее всего это будет он будет проходить переквалификацию каждые там полгода год чтобы я или там квартал чтобы я понимал что с этим человеком происходит потому что это будет сказываться на репутации на том как он себя ведет на том как на том отношении к тому что я сейчас делал и и не хотел бы чтобы это вот как-то порочили что ли или как-то но одному работать это уже честно говоря уже напряженно потому что городов много казахстан большой тем более он территориально он очень растянут и хотелось бы иметь учеников каждом городе чтобы они как-то поддерживали связь с теми людьми которые это то есть они грубо говоря те организаторы которые сейчас есть чтобы они поддерживали связь и могли как кто же оказывать какие-то определенную помощь людям вот поэтому я так пока это вижу ну как когда это будет как это будет я честно говоря пока не знаю вы первые с кем я с этим делюсь вот окно вот вот как побороть страх за жизнь и здоровье собственного ребенка страх за жизнь собственного ребенка значит тебе важно найти свой интерес жизни потому что когда мама мать-то говорит вот в общем есть самой делать нечего потому что нет деятельности своя жизнь интересная ты начинаешь жить жизнь собственного ребенка если ты тоже проговариваешь знаешь если ты думаешь ой упадет ой заболеет ты гришь убираем программу мои дети здоровы и счастливы вот и все это все что нужно но и помимо этого конечно интерес жизни найти заняться своим делом какие-то определенные что если ты им не займешься но это будет так и тянутся изо дня в день и мало того когда ты будешь бояться с этим ребенком чего-то будет случаться постоянно поэтому очень важно вот это перепрограммировать эти вещи убираем программу мои дети здоровы и счастливы все как только дурная мысль любая залетела убираем программу мои дети здоровы и счастливы это будет тебе помогать эти программы они снимаются таким образом и ты сверху накладываешь новую программу это все доверие миру доверие богу доверие вселенной доверие себе доверие своему ребенку что все с ним будет хорошо больше ничего не надо вот 2 что еще что-то иссяк иссяк словесный поток можно подробнее по отношению мужчин и женщин это тренинг или сессий это и на тренинге если озвучивается и есть знаете у меня вот тренинг называется давайте так объясню есть тренинг эмоционально свободно туда приходят люди с разными в общем какими-то вопросами с разными запросами которые они озвучивают начале тренинга те запросы которые они озвучивают тему проговариваем в общем они задают вопросы мы отвечаем и если есть какой-то блоки ли страх вот в том запросе который человек дал в общем его прорабатываем все мы его вытаскиваем из тела он выходит и в принципе у человека меняются какие-то поведенческие навыки по поведенческие реакции если коротко о мужчинах и женщинах поговорим то женщине очень важно мужчинам восхищаться восхищение мужчиной это самый ваш такой козырь на который ведется любой мужчина так как и так же как и на комплименты ведутся женщины то на любое восхищение мужчины и со стороны женщины мужчины ведутся как как дети что ли и поэтому очень важно восхвалять и возвышать своего мужчину и тогда он будет зарабатывать или приносить мамонта каждый раз и все больше и больше очень важно чтобы женщина найти как радовалась искренне радовалась и очень эмоционально радовалась тем подарком который дарит ей мужчина любовь вот и все и тогда начинается такие боль ну тогда идет момент когда ты окрыляешь своего мужчину мужчина тобой восхищается ты восхищаешься мужчина мужчина тебя любит вот и все и в этом весь все взаимоотношения то что касается любви люблю не люблю то полюбить можно любого человека я это понимаю очень я верю в это очень искренне поэтому любовь она с ней все просто ты либо любишь либо не любишь если х вы верите фортуну конечно верю я очень везучий человек и но есть найти такая штука когда ты должен ты должен научиться просто доверять миру и жить в потоке когда ты живешь в потоке тогда и фортуна с тобой и тебе всегда везет и чтобы не случалось это всегда хорошо эта вера должна быть внутри никогда это вера есть и становишься очень везучим человеком тебе везет и фортуна на твой стороне и успех с тобой вот и все поэтому люблю или не люблю вопрос такой он больше риторический скорее всего чем любовь это первые три месяца гормоны потом еще что-то нового потом всю жизнь идет любовь и работа и очень важно работать над своими отношениями с супругом с супругой потому что первые три года после того как вы поженились как только ты получила штамп в паспорте что это твой мужчина а как восхищаться если нет любви ну тогда не живи я не знаю если ты не можешь полюбить скорее всего тебе самой любви не хватает поэтому вопрос того в этом вопросе знаете как как же восхищаться если если не любить в нем есть какой-то момент такой вот обиды что ли вам мужчин просить надо с папой начните и скорее всего это с папой начинается проработайте вопрос папой и проработайте вопрос мужчиной и на мужчин уже перестанет так сильно обижаться и будьте просто их любить у вас у женщин очень большая социальная власть у вас папа нет живых и как папа нет живых давно как давно это со скольки нет без папы из тебе сколько лет сейчас папа очень важен для девочки и поэтому надо разбираться с 13 лет но вот переходный возраст видите 13 лет смотрите этот тот тот момент и тебе сейчас 30 тот момент когда папа очень очень важен поэтому смотрите то насколько отец любит свою дочь дочь любит себя это ее самооценка на всю ее жизнь и то насколько и то как мать ведет себя в социуме точно так же будет вести себя и дочь и девочке который не хватило любви отцовской отец ушел отец погибли и отец просто развелся в общем так или иначе ему нет оправданий почему потому что он просто не додал и тоже я это уже слышал на других тренингах но я вас поздравляю но с этим же надо что-то делать вы думаете я вам чего-то другое расскажу вот что делать а это на тренинг туда приходите это важно проплакать это важно вытащить и потом важно наполнится вот и наполнится любовью и наполнится суду любви которые есть поэтому поэтому это очень очень важно и пока вы будете на уровне теории это все разгребать вам будут объяснять зачем отец зачем мама вас обида это не пройдет вам важно писать письма прощения и потом пройти тренинг допустим и наполнится почему говорю что тренинг если была возможность сделать это без тренинга я бы сказал что вот сделать раз делай два и все в принципе на тренинг можешь не приходить но это неправда без тренинга это практически невозможно в других случаях я просто не знаю как во всяком случае наполнится очень важно прийти на тренинг поэтому приходите на 3 письма пишу максимум три-четыре дня и сбиваюсь ну потому что для тебя это не важно будет важно напишешь 40 дней и так как тебе не важно можешь в принципе так дальше так и ходить жизнь твоя выбираешь ты поэтому заставить я тебя не могу тем более ты не в тренинге и в тренинге не заставляю дать такого сильного населения но если бы вот смотри по результату четыре дня делаешь потом 36 дней не делаешь это тебе не важно пофигу поливать хотела если бы было важно и от этого а сколько не писать 21 или 40 40 если бы было важно то до довела бы дело до конца вопрос важности ты можешь сказать что там времени нет луна на землю упала все равно значит не важно просто когда будет важно напишешь это это слово о том что скорее всего просто делать ничего не хочешь вот и все поэтому так когда охота сделать сделаешь не охота неважно не делаешь вот все смотрите заставить человека невозможно что-то делать или чего-то не делать это только твой выбор и этот право остается всегда только за тобой право выбирать это только ты и право твоего выбора сделать и выйти из этого состояния и право ничего не делать и остаться в том состоянии в котором сейчас находишься это только твой выбор заставить я не могу и не имею никакого права ни морального не физически или делаешь или не делаешь знаете привыкнете в жизни ну ну вот смотреть на результаты если человек делает значит ему важно не делать значит не важно и также к себе относишься ты смотришь вот допустим я хочу выучить английский дает и да это работа каждого я хочу выучить английский уже на протяжении тридцати лет наверно и почему-то я его не учу ну скорее всего мне это не важно пока потому что если под этого зависела моя жизнь я бы уже давно по-английски заговорил а так она у меня пока так сильно не приперло и и в то же время я понимаю что у меня идет возраст и мозг не будет будет то есть будет тупить запоминание слова слов новых ну в общем придется с этим тоже что-то делать так как вот сегодня спрашивали про дальние зарубежья в любом случае придется учить английский поэтому я не знаю когда займусь но я хотел с августа месяца с августа этого года просто заняться английским языком изучением английского языка если кто-то знает удобную программу в которой можно онлайн это изучить или как-то это сделать то пожалуйста подскажите я буду этим заниматься если нет я буду просто довлатова этого довлатова или как его было спресс-метод изучения английского языка буду по ней учить потому что я ее слушал где-то две недели и к ужасу я своему понимаю прошло уже пять лет наверное если не семь что я весь курс и и помню то что я слушал и для меня вот это удивительно столько время прошло и просто слушать слова я понимаю что говорят люди и для меня это меня это честно говоря повергло шок по петрову за 16 руб базу нужно а уфи для запоминания слов по петрову хорошо если запишу очень эффективно вау-эффект хорошо сейчас я тебе запишу эти эффекты все как бы мне сесть поудобней чтобы а вот так это чего а здесь интернет у меня еще косы есть хорошо телефон выключил вот петров сам посещает и алматы я стану понимать это надо надо разговаривать и практика тут как на курсах ну в общем похожую куда я не знаю у меня нет знаете под не то чтобы потребности такой у меня нет возможности посещать курсы потому что изучение языка требует систематике дань а я постоянно езжу из города в город и не понимаю как это сделать систематически поэтому посмотрим еще посмотрю и петрова и в этот вау-эффект которые говорите по выбираю в общем начну потихоньку потихоньку изучать то что для меня это очень-очень важно сейчас и так как я хочу в общем дальние зарубежья тоже посетить единственное не то что пугает останавливает разница в культурах то есть у меня очень много тактильных соприкосновений с людьми а в странах европы насколько я понимаю там нельзя прикасаться допустим или в эмиратах там особенно да батарейка садится так сейчас может батарейка садится вот получилось добрый вечер я много народу было сегодня на тренинге добрый вечер народу было так 8 человек группа небольшая компактная поработали не спеша в общем все проработали поэтому очень понравилось без такого знаете без надрыва что ли но конечно есть прелесть и в маленьких группах есть прелесть больших группах очень нравится когда больше 15 там 20 человек есть определенный цейнод цейнод и есть кураж а сколько по времени проходит тренинг 10 утра до 7 вечера два дня тренинг идет поэтому работаем очень долго недолго по времени в общем это так нормально два дня это хорошо работаем второй день завтра вот он будет уже такой он более расслабленный он больше идет на наполнение он идет проработку вот прощение денег он идет на отрезание вампиров энергетических энергетических привязок потом сексуальными партнерами которые были да и в общем ну будем все все прорабатывать поэтому такие дела ну что давайте тогда спать уже 12 час оказывается завтра примерно скажите когда просто не будете я даже не примерно скажу я вам сейчас скажу 17 я прилетаю в астану до свидания 17 прилетаю и 18 19 будет рень с 20 по 24 будет индивидуальные приемы и с 20 25 26 будет то тренинг еще один станет так что всем всем пока приходите на тренинг если хотите если заинтересовало в общем до новых встреч завтра еще выйду сделаю трансляцию в июле не помню сейчас в июле не скажу в июле не скажу завтра посмотрю не помню на память так все пока пока ну будет я вот не помню будет скорее всего в июне будет вы или а в июле я же улетаю в июле может не быть не помню честно не помню все пока пока приходите до свидания здесь всегда кнопка заедает это до свидания